Конфликт в Нагорном Карабахе. Сейчас там идут ожесточенные бои. Приходят сообщения, что Азербайджан и Армения используют танки, артиллерию и авиацию. Есть погибшие и раненые, в том числе и среди мирного населения. В нагнетании обстановки стороны винят друг друга. За ситуацией в зоне противостояния следит Иван Трушкин. Иван, что сейчас происходит на границе? Айна, я сразу оговорюсь, что информация о том, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, поступает с двух сторон, армянской и азербайджанской. Данные это очень разные, и мы постараемся сохранить объективность. Известно, что бои начались сегодня утром на севере, востоке и юге линии соприкосновения. И это не просто перестрелки. Есть данные о сбитом азербайджанском вертолете и артиллерийских обстрелах. О погибших среди военных информации пока нет, но уже есть жертвы среди мирных жителей. Про обстрел попала одна из карабахских школ. Состояние больных под контролем. Проводим переливание крови. Дети были переведены в шоковом состоянии. Их жизни ничего не угрожает. Есть очевидцы и с азербайджанской стороны. И они описывают начало сегодняшнего противостояния совсем по-другому. Первой начала армянская сторона. Они нанесли артиллерийский удар, затем наши солдаты нанесли ответный удар. Сейчас идут бои. Мы никогда не видели такой обстрел. Все жители деревни в своих домах целы и невредимы. А мы стоим здесь. В сети сейчас появляются кадры, якобы, ну, повторюсь, якобы, снятые на территории Азербайджана с движущимися колоннами военной техники. Достоверность этих кадров, Айда, мы сейчас уточняем. Иван, что говорят официальные лица в Армении, Азербайджане и самой непризнанной республике? Уже понятно, кто первым нарушил перемирие. Официальный Баку вторит словам очевидцев, которые мы уже слышали. Это, мол, карабахские силы под покровом ночи открыли огонь. В ночь на второй апреле вооруженные силы Армении начали интенсивный обстрел наших населенных пунктов и позиций вдоль линии соприкосновения войск. В результате имеются убитые и раненые среди местного населения. В ответ на это вооруженные силы Азербайджана командование было предпринято необходимой меры по упредительному удару. Продействованы наши объединения, а также артиллерийские подразделения. В настоящее время обстановка напряженная. В столице непризнанной республики Степана Керти уверены, что карабахские войска просто отвечают на вторжение и даже сообщают о потерях противника. А говорят, что независимого подтверждения этих цифр у нас нет. Идутся тяжелые бои с применением танков, арселлерии и авиации. Как уже сообщила пресс-служба на кору Карпатской армии, противник уже потерял два вертолета, два беспилотника и три танка. На конфликт вблизи российских границ отреагировал Кремль. Владимир Путин призвал стороны к немедленному прекращению огня. Российский МИД, как сообщила представитель ведомства Мария Захарова, поддерживает постоянные контакты с Баку и с Ереваном. Также известно, что президент Армении Серж Сарксян уже в ближайшие часы откроет срочное заседание Совета национальной безопасности. Иван, и несколько слов об истории конфликта. Из-за чего спорят Ереван и Баку? Спорят за эту землю, Айна, уже около ста лет и, к сожалению, далеко не бескровно. Армяне и азербайджанцы воевали там еще до установления советской власти. После 1920-го в регионе наступило относительное спокойствие. Земли формально отнесли к Азербайджану, хотя живут там в основном армяне. Но войны дедов забыты не были, недовольство зрело. И в конце 80-х конфликт вспыхнул с новой силой. За несколько лет погибли, по приблизительным оценкам, 6 тысяч человек с каждой стороны. После чего основную часть этого неспокойного региона контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживающая с Арменией теснейшие связи. На линии соприкосновения было установлено перемирие, которое в последнее время нарушалось все чаще. Айна. Спасибо, Иван Трушкин, о конфликте в Нагорном Карабахе, который минувшей ночью разгорелся с новой силой.